Вы упомянули «Творец завершит за меня». Что это означает? «Творец завершит за меня» — это значит, что мы не знаем, каков будет результат наших действий, в какой форме это должно сформироваться. Мы видим, насколько мы находимся в развитии, в более интенсивном развитии. Так мы все больше и больше видим, что все приходит, принимает какую-то форму, которую мы не предвидели, не ждали, не думали об этом. И не то, что мы там могли сделать что-то или не могли. Это вообще не находится в плоскости, в которой я должен быть за что-то ответственным. Я должен быть ответственным за мои действия, чтобы они были, чтобы они соответствовали, насколько я могу делать в каждый момент, чтобы это было в слиянии максимальном, насколько это возможно, в моей группе. Маленькое или большее, все зависит от того, с каким масштабом я подхожу. Чтобы мы находились в объединении между собой. Чтобы в этом объединении мы реализовывали условия доставления наслаждения Творцу. Что из этого выйдет в материальном мире, из этого внутреннего усилия? Как это сформируется, объединит людей, проявится в человеческом обществе, вообще во всем мире? Я этого не знаю. Я не понимаю ничего в этом. И вообще не в состоянии даже начать это исследовать. Это не важно. Потому что это вне того, что я могу определить, и это противоположно тому, что я действительно могу сделать. Это из моего эго. Я тогда говорю, что я обязан достичь цели, такой-то и такой-то материальной, и находиться в таком-то состоянии в этом мире, вот так и так, нет. Что выйдет в нашем мире, этого я не знаю. И у меня тут нет никакого требования, чтобы это облачилось в таком виде или в таком. Я забочусь только о том, чтобы группа была более объединенная в намерении объединения между нами, чтобы от любви к творениям, к товарищам, я пришел к любви к Творцу. Внешняя форма, я не понимаю в этом. Она может быть такая и сякая, может быть совершенно противоположной тому, что я в своем эго, в своем желании получать, неисправленном, представляю. Даже если я проделаю какой-то расчет в эгоистическом желании, а потом переверну его, это тоже неправильно? Я не знаю. Духовное продвижение происходит совершенно в иной плоскости. Поэтому материальные формы и духовные формы, они настолько... Мы видим, что человечество не в состоянии правильно навести порядок в вещах. Поэтому мы должны заботиться каждый раз все больше и больше, каким образом мы можем реализовать объединение в группе и доставление и наслаждение Творцу. Это постоянная цель. В той мере, в которой она каждый раз становится в более точном расширении. А внешние вещи раскроются. Теперь, что нам делать? Должны ли мы принимать внешние формы как приглашение к каким-то действиям? Мы прежде всего должны позаботиться о том, чтобы объединение между нами было каждый раз все больше и больше продвигалось. И тогда, если мы действительно можем это определить, можно это переводить во внешние формы. Что это значит? Если ты в состоянии расширить свой круг, чтобы вместо произведения действия по объединению, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, не в маленьком кругу из нескольких сотен или тысяч человек, а в большем кругу среди нескольких десятков тысяч, тогда ты действуешь. То есть мы не собираемся просто так производить какие-то действия, но для того, чтобы расширить наш круг, чтобы в нем мы пытались объединить всех в соответствии с той самой программой и с той самой целью. Если у меня есть такой шанс, то я проверяю и делаю это, но делаю, но произвожу это действие. Не делаю какие-то там, не описываю какие-то круги, что может быть из них что-то получится. То есть во внешнем, что я делаю, я определяю своего внутреннего и тогда я добиваюсь успеха. Потому что в каждый момент тогда действие будет правильное и направленное на цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова